МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вика, привет! Привет! А ты что делаешь? Гантельку хоть взяла? А ты слышала про принцип плацебо? Слышала. А при чем здесь он? Ну как при чем? Когда пилюльку глотаешь, думаешь, с самовнушением лечишься. Так и я. Типа качаю. А-а-а. Ну тогда у тебя и мышцы будут плацебные. Точнее, плачевные. Слушай, ты чего на нее так смотришь? Да я в шашлычной работаю. А у нее ребрышки такие. Ты такая маленькая, а уже качок. Да тут маленькая. Так насчет качка вопросов нет. Катюх, представляешь, после 20 жизнь только начинается. Я стесняюсь спросить, а тебе что, 20 лет? Да нет, Катюх, после 20 килограмм сброшено. Класс. О, дорогая. Так, ты сегодня без сладкого. Сань, а это что, твой личный диетолог? Нет, шина моя. Я накосячу. Катя, отгадай, какой самый опасный респорт? Какой? Шахматы. Почему? Вот смотри, там же долго сидят, играют, время идет. Немножко приспал, носом клюнул, и за место глаз теперь с королем. Привет, можно с тобой познакомиться? Нет, ты на апельсин похож. Такой же сладкий, да? Нет, у меня нет аллергии. Девушка, можно вас спросить? Если вы хотели со мной познакомиться, то в кино мы ходим только в их зал, и ты покупаешь мне дорогие подарки и даришь дорогие конфеты. Я только хотел спросить, как долго вы будете делать упражнения на этом тренажере? Дим, инопланетяне, они существуют. Какие инопланетяне, Лиз, ты о чем вообще? Дим, посмотри на эту девочку, она ест и не толстеет. А-а-а! Кать, слушай, вот скажи мне, чтобы пресс был, какую воду надо пить? Минеральную, безеровную, соленую. Даш, ты что? Чтобы был пресс, надо пить пресную воду. А, понятно. Предлагаем на минутку отвлечься и поговорить о мировых рекордах. Знакомьтесь, Владислав Алхазов. Атлет родился в 1978 году в Грозном. Когда он был подростком, его семья перебралась в Израиль. Влад с детства увлекался спортом. В 15 лет он начал упражняться с отягощениями и быстро набрал мышечную массу. В 2005 году Алхазов, выступая в категории до 140 килограммов, стал победителем открытого чемпионата Канады и рекордсменом мира. В приседаниях он сразу на 20 килограммов превзошел мировой рекорд финна Анна Туртиайнина, показав результат 500 килограммов. Затем он получил тяжелую травму колена, которая привела к операции и замене связок. Обычно такие повреждения приводят к инвалидности. Но Алхазов, благодаря интенсивным тренировкам, сумел восстановиться. В декабре 2018 года на соревнованиях в Минске он, выступая без экипировки, установил мировой рекорд в приседании – 525 килограммов. Почему здесь будут нечестные профессии? Почему нечестные? Какие? Для русажист, например. Вполне хорошие профессии, отличные. Ну как же? Они получают деньги за то, что другие получают по-моему. Блин, сколько занимаешься, занимаешься, все, не худею. Кребано фитнес. Как думаешь, позвонить будешь? Нет, ну что это, ничего. Опозоришься, так еще и на шею сядет. Хорошо. Ты смотрела программу сгурного катания? Конечно, смотрела. Видела, как они умеют там делать четырехоборотные башки, трехоборотные? Так вот я тоже так умею. Ну ты что, они же олимпийские чемпионы. Смотри. Дим, дай нам упражнение на ягоды. На какие такие ягоды? На ягодицы? Так посмотри. Это у тебя ягодицы, а у нас ягоды. Вик, я на диету сел. Да, здорово. На какую? Я теперь кока-колу не пью. Я кока-колу лайт покупаю. Нашему тренеру клору надо. Почему? Я ему сто раз сказала, я устала, а он делай, делай. Так оно быстро делай. Слушай, мне нравятся брюнетки, а тебе бланзильки. Как это так? Мы с тобой близнецы. Ну вот ты на сколько мне остался? На 20 минут. Ну так за это время мода могла и поменяться. Тренер, ну когда очень тяжело, что мне делать? Ну ты вспомни какого-нибудь героя, которому было сложно, и он преодолел все трудности. Ну какого, например? Ной? Да не буду я ныть.